В Доме правительства Московской области особенно людно. Здесь завершилось традиционное подведение итогов, которые озвучил губернатор региона Андрей Воробьев. Емко и по делу так можно охарактеризовать его выступление. Выступление губернатора началось с трезвой оценки сложившейся экономической обстановки в стране. Воробьев подчеркнул, в таких условиях важно не пасовать перед трудностями. Идеология лидерства, которую мы провозгласили, это удел сильных. Ее суть в работе на результат, на каждом конкретном направлении. Мы должны не только сохранить достигнутое, но и уметь наращивать преимущества. Наша команда нацелена на рост, на развитие, на максимальное использование новых возможностей. Здоровье жителей Подмосковья – одна из приоритетных тем. Впервые за 25 лет рождаемость в Московской области превысила смертность. Также в минувшем году удалось сохранить более 9 тысяч жизней. Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Внедрению службы 112, усовершенствованию дорожной сети и вниманию к аварийным участкам, созданию 22 сосудистых центров. Строятся фельдшерско-акушерские пункты, реконструируются больницы и поликлиники. С этого года в регионе запускается социальная ипотека, когда бюджет гасит стоимость самой квартиры, а врач, ученый или учитель платят только проценты. По этой программе впервые в 2016 году жильем обзаведутся порядка 300 врачей, 50 учителей и 58 ученых. В сфере образования также заметны положительные тенденции. Три года назад в Московской области была самая длинная, самая большая очередь в детские сады. 41 тысяча детей не могли попасть в детский сад в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках реализации указа президента мы построили 317 детских садиков. Еще 24 заканчиваем, введем к 1 сентября. Очередь для детей от 3 до 7 лет практически ликвидирована. Значительную часть своего выступления Андрей Воробьев посвятил вопросам ЖКХ, дорог и транспорта. Меняется облик городов Подмосковья. Объявлена война неприглядным фасадом и вывеском. В прошлом году были определены стандарты благоустройства дворов. Закоплена техника для коммунальных и дорожных служб. Ликвидируется аварийный жилой фонд, повышаются требования к управляющим компаниям. Все то, о чем говорил в своем обращении губернатор области, активно реализуется в Ленинском районе, который по праву считается одним из лидирующих в регионе. У нас в принципе никаких других возможностей нет, кроме как справиться с теми задачами, которые ставит в первую очередь и в указах президента нашей страны Владимир Владимирович Путин, и конечно же губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. У нас для этого есть и потенциал. Мы совместно с администрацией Совета депутатов Ленинского муниципального района справляемся с теми задачами, в первую очередь, которые перед нами ставят жители. Во-вторую, это те задачи, которые мы сами перед собой ставим. Достигнутые результаты не повод сбавлять темп. Об этом заявил губернатор. Регион развивается, но впереди еще много работы. Важно, чтобы и сами жители Московской области способствовали этому развитию. Ничего не доработано где-то, в общем-то, со стороны руководства. Мы сами, граждане, будем делать, потому что мы хотим это делать. И мы хотим, чтобы наше любимое Подмосковье было таким же цивилизованным, как другие страны, и чтобы у нас все было на должном уровне. А движение к этому однозначно есть. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.